Неявные интернет-ресурсы. LinkedIn, Facebook, ВКонтакт и же с ними. К сожалению, многие программисты не относятся к этому инструменту как к инструменту найма. Ну, вашего найма куда-то или когда вас кто-то пытается нанять. Создание своей репутационной, скажем так, площадки в интернете, по идее, этим нужно заниматься именно начиная с социальных сетей. Если вы посмотрите на социальные сети большинства людей, профессиональных разработчиков, понятно, у них там будут котики и прочее, вот его личная шняга, увлечение его. Или какая-то личная лента, как и у всех у нас, наверное. Если вы паритесь за то, чтобы вас наняли как хорошего эксперта, создать вот этот образ хорошего эксперта, то есть получить дополнительные шансы, получить классную работу, я опять тавтологии заговорил, но вы на сути сконцентрируйтесь. Так вот, в этом случае прокачивать свой социальный профиль в социальной сети стоило бы со стороны, вот как делается это в LinkedIn. Заметьте, LinkedIn это сеть для деловых контактов. То есть ее профиль изначально задан. Facebook, ну в России ВКонтакт, за рубежом больше Facebook развит. Именно для молодежи. ВКонтакт в большинстве случаев это хихи, ха-ха, жопа и вот все, что с этим связано. Котики там, не знаю, и прочее, 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 прочее. Когда потенциальный нанимающий вас HR будет заходить на вашу страничку, он скорее всего на нее зайдет, если вы ее вообще где-то указали. То есть если вы ее стремаетесь, лучше вообще ее нигде не указывайте. Хотя некоторые компании так или иначе занимаются тем, что специально ищут ваш профиль в социальных сетях, чтобы посмотреть, ну они мудакливы. Серьезно, это не шутка. И все больше и больше компаний так делают, потому что им даже так на тренингах советуют. И, кстати, хороший совет на самом деле. Для них это замечательный совет, потому что они могут вас лучше узнать как человека. Не как какой-то образ, который прислал вам резюме, а как именно человека, какой вы настоящий, какой вы на самом деле. И вот то, что вы постите там, оно, собственно, влияет на вот это вот внешнее мнение. Поэтому вы можете не попасть на собеседование, если у вас говеный профиль ВКонтакте, например. А у многих, особенно у молодежи, он так себе, так скажем. Вот. То есть шуточки, которые сомнительные, да, которые вы лайкаете, репостите и так далее. Или, не знаю, кто-то не замечает, что оказывается ВКонтакте, когда вы, может, вступаете в какую-нибудь порно-группу, это там указывается в списке групп, в которых вы числитесь. Это публичный профиль, ребята. Вы не знали? Позорище, бывают такие просто жуть. Поэтому вот HR может это все увидеть. Вы думаете, шутка? Ни хрена не шутка. Реально, это вот, вот, серьезно. ВКонтакте это все отображается. Вы это учитывали? Нет. Люди могут туда залезть и много интересного о вас узнать. Поэтому, ну, позаботьтесь как-то о чистоте ваших социальных сетей. Хорошо, если вы не хотите создавать образ какого-то суперпрофессионала, не надо, ну, хотя бы, ну, чистоту такую моральную там соблюдайте. Если, опять же, вы хотите быть нанятым. Если вы не все похер и так далее, то вопрос, зачем вы это видео даже смотрите? Интересный момент, да? Поэтому, ну, так или иначе, все хотят быть наняты в лучшую компанию. У всех так или иначе есть желание карьерно вырасти. Социальный профиль, он дает вам дополнительные возможности, на которые, вам заметьте, не нужно ничем тратиться. То есть, вам не нужно тратить на это дополнительно какое-то супервремя. Вам нужно просто себя чуть-чуть ограничить или сформулировать концепцию вашего социального профиля. Все. Вам не нужно дополнительно какого-то там бомбить и так далее. Просто не постите говно туда. Просто не вступайте в порногруппы. Просто не репостите какие-то сомнительные шутки, политические заявления и прочее. Это несложно. Что это дает? Возможности. Так, это раз. Дальше. Немногие воспринимают социальные сети, ну, возможно, из-за качества их аудитории. Что это такое качество аудитории? Это то, насколько ваша аудитория может быть вам полезна в ваших конкретных задачах. Например, если у вас в друзьях, в подписчиках и так далее числятся, например, тоже айтишники, то когда вы останетесь, например, без работы или соберетесь менять работу и запостите постик а-ля «Ребят, я ухожу из компании, рассматриваю интересные предложения», ну, чуть более витивато и подробно, то у вас есть большой шанс, что эти люди сообщат в свой отдел HR или напрямую сделают вам предложение. Я видел массу в Фейсбуке работающих таких методик, когда люди там типа а-ля какие-то технические директора, проект-менеджеры, технические специалисты, размещая подобные посты в Фейсбуке, им даже HeadHunter не нужен. Им не нужно никуда свое резюме выкладывать. Они и так находили работу. Почему? Ну, потому что сеть у них достаточно, скажем так, подходящая по их категории, то есть это IT-разраб, у него большое сообщество в подписчиках или в друзьях IT-разработчиков или вот людей, которые в этой сфере двигаются, они все тоже уже достаточно хорошего уровня, и поэтому его шансы найти работу вот так, они просто нереально высоки. Причем его будут рассматривать не как какого-то, хрен пойми, знает кто, а какой-то разработчик скажет, слушай, я вот этого чувака знаю, он прикольный. Это, скажем так, его резюме, которое преподнесут HR-у. HR будет уже по-другому с ним разговаривать, да, то есть он не будет разговаривать с ним как с холодным. Пришлось эту терминологию использовать. Есть в продажах такое понятие, как холодный лид и горячий лид. Ну, то есть человек, который вас вообще не знает, вы ему звоните по телефону и продаете микроволновку. А есть, который горячий, который с вами знаком, который уже что-то покупал и так далее и тому подобное, и поэтому ему продать что-то еще проще. Поэтому вот в данном случае подобная терминология, она достаточно хорошо подходит. Это ваши друзья, это люди, которые вас знают. С большей вероятностью вы можете получить то, что вам нужно, если вы с такими людьми коммуницируете. Посредством, например, поста а-ля «ищу работу». Я почему об этом говорю? Вот Facebook у нас сейчас в России, это больше для людей, наверное, 30+. Я к такой категории отношусь. Я эти посты вижу периодически. Не часто, но периодически. И именно этой методикой пользуются люди, добившиеся очень хороших результатов, работающие на престижных должностях. То есть им как бы западло, условно говоря, на Headhunter размещать свою вакансию, что типа я ищу работу. А вот такой постик они делают, и они причем терминологию подбирают, такую, знаете, непостыдную, так скажем, что типа вот меня уволили, я бедный, несчастный, ищу работу. Без этого, естественно. Рассматриваю новые проекты, данный контракт закончился, как бы. И, блин, у них все хорошо, и они достаточно быстро находят работу на нужных для них условиях. То есть они уже рассматриваются не как человек, который нуждается в работе, который согласен на все, лишь бы найти ее. Нет, он рассматривается как специалист, который рассматривает варианты. Чувствуете разницу? Это гигантская пропасть между этими двумя вариантами. Я ищу работу, я рассматриваю варианты. Вот они рассматривают варианты. Что это дает? Нужные деньги, нужные условия работы, нужное положение в обществе и нужное положение на работе. К этому мы еще тоже дойдем. Поэтому пока вот так. Facebook, LinkedIn, ВКонтакт. Facebook, ВКонтакт, это если резюмируя, ну, соблюдайте какую-то частоту. Если мы говорим о LinkedIn, ну, реально, котиков вы там, наверное, не будете постить, потому что это все-таки для взрослых дядь сеть и ее цель именно деловые контакты. Поэтому там автоматически уже создается такая атмосфера. Но, тем не менее, если вы забылись, если вы постите туда, не знаю, голых девиц и прочее, ну, подумайте, может быть, вы ошиблись социальной сетью. На этой ноте мы с этими неформальными социальными сетями заканчиваем. Понятно, что есть еще и другие социальные сети, но, так или иначе, переходим к третьему типу онлайн-площадок. Переходим к нему.